Овертайм продолжает подводить итоги чемпионата в экстралиге «Б». На сей раз наша творческая бригада побывала в Бобруйске и разузнала о причинах аутсайдерства тамошней команды. Рассказывает Леонид Лекаревич. Из команд дебютантов экстралиги Бобруйск выступил хуже всех. Уже ясно, что команда финиширует на одной из двух нижних позиций. Это тем более удивительно и огорчительно, так как Бобры – новички не абсолютные, а относительные. Клуб здесь был создан на год раньше, чем в Орши, Пинске и Барановичах. Участвовал в чемпионате высшей лиги. Но тот сезон провел бесславно, последнее место и почти бесполезно в плане преемственности. Летом команда вновь формировалась с чистого листа. Осталось лишь несколько собственных воспитанников. Причем Бобруйске долго сомневались в целесообразности участия в экстралиге Б прямо сейчас. Опять посматривали в сторону вышки. Здесь сомнения, наверное, еще и спортивного характера. Почему? Потому что сегодня наши первые выпускники – это выпускники 2001 года. То есть молодые ребята. Сегодня эти ребята, ну, в силу объективных причин, не готовы сегодня играть на уровне экстралиги. Вопрос был временного характера в том, что нужно ли это делать сегодня. Или подождать 2-3 года с тем, чтобы подросли наши ребята. По задумке Федерации хоккея основой ростера Бобруйска должны были стать хоккеисты фармклуба Гомеля. А тренером – их наставник Артем Сенкевич. К тому же специалист планировал усилить рост раззвучными фамилиями и бороться за самые высокие места. Однако удовлетворить финансовые эти желания город не мог и по большому счету не хотел. И Сенкевич уехал покорять Арабские Эмираты. Можно было создать команду по уровню Орши, предположим. Хорошо играет команда. Вопрос, кто там из выходца из Орши, остается открытым. Вернее, он не открытый, его нет. Его не существует, это вопрос, а там их просто нет. И можно говорить о команде, ну, допустим, Могилевской команде, где на сегодняшний день она в большинстве представлена выходцами хоккейной школы Могилев. Вот мы, честно говоря, склонны были идти по пути постепенному и, в общем-то, созданию именно команды, основанной на хоккейной школе города Бобруска. И поэтому предложение тренера Сенкевича, оно было правильным, наверное, с точки зрения результативности, но вызывало большие сомнения по поводу того, а зачем это надо с точки зрения города Бобруска. Мы привлекли за меньшее финансовое вложение молодых ребят, которых сегодня будем пытаться, в общем-то, делать из них нашу Бобрусскую команду, постепенно наполняя ее нашими выходцами. Нам нужно идти по этому пути, идти, наверное, и не один год для того, чтобы приблизиться к топовым каким-то результатам. Все это убивало драгоценное время, необходимое для грамотной селекции и подготовки к сезону. В итоге спешно был найден другой тренер Василий Панков. Подбор исполнителей велся в попыхах отовсюду и затем продолжался по ходу всего сезона, когда Балагомель отозвал нескольких хоккеистов. О каком достойном результате могла вестись речь в таких условиях? Тяжело начинать, когда нет команды, нет состава, нет списка выбора игроков. И начинать с нуля. По ходу сезона, к сожалению, у нас существенно изменился состав команды. У нас изменилось практически 50% команды. Когда идет текучесть кадров в течение сезона, это неправильно. Были допущены некоторые ошибки, в том числе и мной были допущены ошибки в части формирования состава. Были проблемы где-то с моральным климатом в команде? Конечно, когда новые люди все с разных клубов и с разных городов, это когда притерение идет между игроками, притерка, то всегда, конечно, есть нюансы в этом моменте. Прогресс есть, но он маленький, но есть. Конечно, это может быть незаметно, то, что последний идет в таблице, но поймите, что ребята молодые, амбициозные, где-то не хватает и психологии немножко. Любопытно, что при всем при этом на предстартовой презентации была озвучена цель – быть в тройке. Амбиции, не подкрепленные ничем. Пока денежных вложений хватает на функционирование, но не для решения спортивной задачи. Финансовые возможности у нас хоть и ограничены, но они абсолютно обеспечены для нормальной работоспособности. Мы своевременно платим заработную плату, мы кормим наших ребят, мы одеваем, мы проживание обеспечим. То есть все возможности, которые могут предоставиться для наших ребят, они предоставлены. Всего хватает? Всего хватает. Клюшек, амуниции, всего хватает. Долгосрочный план развития клуба основан на концентрации в команде собственных воспитанников. Первый выпускной год местной школы ребят от 2001 года рождения уже задействован. Есть таланты и в последующих возрастах. Такова оценка Василия Панкова. Ребята достойные. Достойные есть. Я думаю, что они идут в правильном направлении и хотят идти в правильном направлении. Я пытаюсь все это достучаться до них, но они все впитывают. Я думаю, с них должны получиться. 2002 еще год и 2003 есть уже. Уже есть. Просматриваются игроки. Даже на играх сидишь, смотришь и уже... Хороших взглядов. Да, но хоккейное чутье есть. Катание. Мысль. Самое главное мысль. Понимаете? Потому что мысль в хоккей это очень важная. Один из важных компонентов игры. Если говорить по цифрам, то сегодня у нас в команде экстралиги наших ребят играет трое. Ну, плюс у нас забрали одного парня в сборную у 18. И сегодня, ну, в общем-то, это одна из тех задач, которые сегодня стоят, я считаю, передо мной, как перед директором школы хоккейной. Это подготовка именно хоккейной школы Бобруйска к готовности решать более высокие спортивные задачи. Но чтобы молодежь росла, ей нужно с кого-то брать пример и получать победный опыт. Так что в Бобруйске должны понять, что без зрелых мастеров не обойтись. Зазордо играть на такой красавице арене и вязнуть на последних местах. Средняя посещаемость состоит где-то порядка 800 человек. Это одна из самых высоких, кстати, посещаемостей в Республике Беларусь. Это говорит о том, что хоккеем Бобруйске интересуется, интересуется очень. Другое дело то, что Бобруйске хотят иметь хоккей высокого уровня. И мы, естественно, должны этому соответствовать. Уже костяк есть. Костяк есть. Это не приезжие ребята, это белорусы, с которыми можно работать. Хотелось бы игроков постарше. Немножко с опытом. Но, опять же, надо финансово, чтобы подпитка была, чтобы ребята сюда поехали. Не все хотят ехать. Дядьки в команде должны быть. Чтобы ребята молодые стремились, учились, цеплялись за что-то позитивное и такими становились мужиками. Чемпионат в экстралигии Б завершится на этой неделе. И сразу же стартуют два турнира. Переходный с борьбой локомотива Могилева, Металлурга и Лиды за два места в элите. И развитие для остальных команд.